Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Evolved, продолжаем изучать модификацию Forlorn. Как помните, в прошлом выпуске мы себе приручили Тесла Волка, Гигантозавра, создали себе Демона Терексии, он оказался абсолютно недоработанным. То есть посмотрели довольно-таки много всяких вещей, а потом на серваке случились проблемы. Ну, просто на самом деле сервак виз, вылетал, и пока мы их решили, прошло довольно-таки много времени. Поэтому я решил записать пару выпусков по другой модификации, но сейчас вроде всё хорошо, и можно продолжать. И сегодня как раз в выпуске я хотел немножечко протестировать, секундочку. Это не тот Тесла Волк. Мой Тесла Волк, которого мы приручили в прошлом выпуске, вот здесь вот, вот он у нас, 428 уровня. У него сейчас 635 тысяч здоровья, и его здоровье-то, конечно, на самом деле можно прокачать, вон, миллион триста, нормально. Я хотел сегодня приручить ещё других волков, тоже протестировать, а также сделать волка, который у нас с вами есть вот здесь, в верстаке, для создания животных. Соответственно, давайте именно с этого выпуска начнём. Естественно, у нас сейчас будет продолжаться вот это выживание на Фарлорне, когда мы с вами здесь посмотрим весь контент, который в модификации есть, так как мы уже поняли, что модификация местами очень серьёзно недоработана. Мы всё посмотрим, что здесь есть, после этого сезон закончится, и перейдём к другой модификации. Просто я сразу предупреждаю, что этот сезон очень длинным не будет. Итак, давайте-ка создадим себе супер-волка, который сидит вот здесь, называется вообще-то он Демонический Пёс. Я надеюсь, что хотя бы он будет более-менее достойным, потому что Демонический Рекс оказался полной ерундой. И будем его сравнивать, естественно, вот с этим Тесла-волком, не беря в расчёт то, что Тесла-волк оглушает. Итак, давайте его призывать. Появляется у нас... А-а-а, это появляется... Это не волк. Это опустошитель, Реведжер из Аберейшн. Кстати, секундочку, у меня же вот здесь Демонический Волк есть. Мы тоже с вами его приручили совсем недавно. Вот он у нас. И он у нас на данный момент какого уровня 426-го. У него сейчас 2 миллиона 600 тысяч здоровья. Мы как раз его прокачали, и прокачивается здоровье примерно так же, как у Теслы. Ну и плюс, естественно, мы ему вкачивали в основном урон в ближнем бою. Но сейчас прямо давайте покатаемся на этом... А, он прямо называется опустошитель. Ты посмотри. Опустошитель. 15 тысяч здоровья, 3 тысячи урон. Ну, господи. Видимо, тоже разработчик пока что этим не занялся, и это ещё не доделал. По идее, опустошители и вот эти риперы, и всё, что связано с Аберейшн, хорошо должны работать именно на Аберейшн. То есть, как помните, опустошители созданы там для того, чтобы на них можно было быстро перемещаться. А также по всему Аберейшн развешаны лианы. И, соответственно, по этим лианам на опустошителях можно кататься. Ну да ладно, давайте сейчас быстренько глянем, какой у него урон. Хотя бы кого-нибудь найдём, здесь загрызём. Я, как и всегда, прихожу в это место. Это у меня такой полигон, господи. Я сюда постоянно прихожу и кого-нибудь загрызаю. Урон 772. Непрокачанный, да? Это, кстати, очень-очень мало. Это прям дико мало. И скорость тоже мне не очень нравится. И по внешнему виду у него тоже возникают вопросы. Помните, какая классная эта пижара, как у неё переливается вот этот демонический окрас? А вот здесь такого нету. Видимо, на эту текстурку ему не получилось перекрутить демонический эффект. И тут, видимо, опять же, просто из-за того, что модификации ещё не доработаны и у разработчика не хватило на всех животных времени, все животные по-разному качаются. Все животные из-за этого по-разному прокачиваются. То есть, ну вот, 60 тысяч здоровья. Очень-очень плохо прокачивается. Так, ну-ка, блин... Ну-ка, давай-ка, носимый вес. Тоже плохо. Выносливость по 100. Урон, в общем, ну, сами видите. Скорость передвижения. То есть, он прокачивается как стандартный опустошитель. Просто, ну, если мы с вами возьмём, создадим опустошителя высокого уровня. То есть, если у нас уровень на сервере будет выше, чем там 150-й, то получится вот такой опустошитель. И его точно так можно будет прокачивать. Ну-ка. Демонический гига, 21 тысяча здоровья. Пойдём попытаемся загрызть. На самом деле, мне просто интересно, сколько по нам будет входить урон. Кстати, с одного укуса же мы тебя не забьём, нет? Ну вот демонический гигантозавр мне тоже не шибко нравится. Я так понимаю, что не везде ему удалось прикрутить вот этот вот... По 11 тысяч урон, по 11 тысяч. Угу, понятно всё с тобой. Но тебя я тоже самое смогу забить очень просто. Бум, тебя нету. И сейчас пса у меня тоже не будет таким макаром, да? Или нормально? Живём? Мы живём с тобой? Скажи мне. Мы живём, всё хорошо. Но нужно сейчас быстренько на него сделать хилку. Секунду, кто здесь ходит? Терекс? Обычный? Ага. Иди нафиг. Просто обычный терекс. Нам нужно сейчас немножечко своим ягод. Так, хорошо. Всё лишнее выкидываем. Сделаем сейчас... Нет, в первую очередь делаем хилку. Перекладываем в него, лечим его. И всё с лишним выкидываем. Я хотел у этого опустошителя протестировать одну вещь. Если не ошибаюсь, здесь на Рагнарёке вроде есть лианы. А они вот находятся там в разломе. Я хочу посмотреть, может ли он по ним путешествовать? Именно по тем лианам. Сейчас проверим. Терекс, 120. Тек. На... Да ладно тебе! Господи, отстань. Вот тег терексы я хотел попытаться приручить. Секунду. А у меня с собой приманок нету, да? У меня все приманки испортились. Ничего, сейчас сделаем и прилетим, приручим. Просто потому, что я хочу иметь его в коллекции. Это не модифицированный терекс. Он был добавлен относительно недавно в игру. Но всё, естественно, относительно. И смотрите, вот здесь у нас с вами есть вот там лианы. Я не знаю, может ли вот этот опустошитель по этим лианам перебираться? Тихо. Подожди. Вот по тем лианам. Ты можешь перебираться? Нет, видимо не может. Что это у нас здесь такое ходит? Серафимчик. Ты мне сейчас не нужен. Нет, мне кажется, тут либо вот эти лианы, они непригодны для вот таких прыжков. Да, он на них абсолютно не цепляется. Либо вот что-то изменено в этом опустошителе. Потому что я помню, что опустошители в Аберейшн, они как-то прыгают что-ли подальше или посильнее. То есть здесь чего-то явно ему не хватает. Господи, какой же красивый терекс. Слушайте, я хочу его приручить. Нужно сейчас быстренько-быстренько бежать за приманками. А сейчас с вами сделаем, как раз мы собрали лапы терекса только что. Сейчас сделаем с вами приманку из лапы терекса и сделаем обычные из первосортки. И посмотрим, как он приручается. Он хоть из 120 уровня, но все-таки очень прикольный. Я хочу себе такого заполучить. Потому что как только они вышли, мне никак не везло именно с нахождением этих терексов. Мы где-то здесь его с вами видели. Это обычный. А он был где-то тут. В принципе, можно было бы приручить его и классическим методом. То есть мы бы его чем-нибудь ударили с вами. Он бы уснул. И мы в него положили первосортку. Как вариант. Сейчас посмотрим. Протестируем. Но мне хочется протестировать на нем приманки. Ну-ка. Терекс. 10 тысяч здоровья. То есть если мы его ударим, он тут же у нас с вами окочурится. Бить его не стоит. А если мы тебе скинем просто вот такую приманку, ты на нее среагируешь? Он там гоняется с гиенодонами этими дурацкими. И никак не может их всех догнать. Я тебя понял. Нужно приманочку подобрать обратно. Иначе у меня просто с собой не так много. Придется лететь еще раз крафтить. Ну-ка забираем. Дружище. Обрати на меня внимание. Давайте укусим какого-нибудь гиенодона, а? 24 тысячи урона. Да, нельзя трогать терекс, иначе мы его забьем. Но у нас с вами должен быть птер, который не наносит такое большое количество урона вроде. Хотя. Хотя тоже нужно протестировать. Он все еще носится с гиенодонами, да? Блин, ну он очень красивый. У него сверху зеленые части. Здесь синие, красные вкрапления, серые вставки. Ага, вот давай, переагривайся на меня. Я здесь. Давай, 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 давай. Плюнь на него. Он тебе неинтересен. 275 урон. Пока дикий. Давай, 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 за мной. Нужно его отвезти куда-нибудь, где нету животных. Гиенодончик. Иди нафиг. Ну-ка. Смотри, я вот тебе оставлю здесь вот это, а сам уеду вот сюда. И взлечу, наверное. Ну-ка. Давай, смотри, что будет происходить. Сейчас он про меня забудет. Среагирует на приманку или нет, интересно? Или ему все-таки нужна приманка именно лапа тираннозавра? Чтобы он ее слопал, и у нас начался бой. Тут дело в том, что нам нельзя при помощи этого грифона его трогать. Потому что если мы тронем при помощи грифона, мы его просто-напросто убьем. Нет, на эту приманку он не реагирует. Хорошо. Че, выкидываем лапу? 7400. Да лови. Да, вон, 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 вон. Приманка, лови. Лови приманку. Окей. Все, я понял. Значит, через приманки мы должны доказать, кто из нас сильнее. Естественно, бить его нельзя. Иначе мы его убьем. Мы можем у него настреливать... Во! Из арбалета нашего вполне. Приручение по проценту, да? Нам этого хватит. У нас с вами 30 стрел. Просто спокойненько настреливаем. Сейчас 25% набьем приручения. А дальше можно уже будет обычными приманками кормить. Знаете, что мне нравится? То, что разработчики берут вот эти вот модификации, которые люди создают. Вот этих тег-рексов. Потом они собираются сделать DLC Extinction. Это же мы все с вами видели в модификациях. Разработчики просто это дело берут и вводят в игру. То есть вот лучшие модификации, которые более популярны и больше всего нравятся людям. И это действительно выглядит очень круто. Это действительно очень-очень правильный подход, потому что именно так и нужно делать. Именно так и стоит развивать игру. Ты просто добавляешь, официально добавляешь в игру то, что нравится всем. Соответственно, у тебя игра продолжает развиваться в нужном русле. Ну-ка, 21,7. Это очень правильный подход, которого не хватает очень многим играм. И очень многие игры не развиваются из-за того, что у них нет вот такой вот мастерской, как у Arx Revival. Итак, все хорошо. Дальше его уже можно кормить при помощи вот такого мяса. Куши. При помощи мясных приманок. Естественно, его можно было бы усыпить и приручать стандартно, но вот так вот даже прикольнее. Ну-ка, приласкать. Самое неправильное, что здесь есть, это то, что мы его кормим при помощи мясных приманок. Это глупость. Мы его должны были бы кормить при помощи приманок из элемента. Я вот думаю, вот это было бы правильно. Но, естественно, таких приманок не существует. Разработчик этих приманок не делал, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй. Он там продолжает агриться на кого-то. А я тебе могу на самом деле в бою помочь. Ну-ка. Во, точно, шикарно. Помогаем ему в бою. Это считается? Вот когда он свернулся? Или ты больше... Да, считается. Ты посмотри, класс. Это считается за то, что мы ему помогаем. На, держи тебе туда мясо, а я просто его поколочу. Нормально. Нет, беда в том, что все, он уже больше не агрится на этого ДТ Кураса, соответственно, он уже не приручается после того, как мы его атакуем. 86,9%. Сейчас, скорее всего, будет возможность о нем позаботиться, и он приручится. Не надо никуда уходить. Седло я... Во, отлично. Все, и он приручается. А седло я на него взял заранее. 16 тысяч здоровья получается. Да, конечно, не очень сильный, но просто он очень красивый. Давай управлять. И просто мне очень нравится его раскраска. Я первый раз такого встречаю. Обычно попадались довольно-таки такие стандартные Текрексы, а этот действительно очень крутой. Так, где мой грифон? Но на самом деле, вот эти Текрексы лучше всего были сделаны и проработаны в модификации Прометеос. Там-то вообще все Тек-животные сделаны очень хорошо. Но в тот момент, когда я сел изучать модификацию, она была дико недоработанная, дико глючная. Кое-что не приручалось, кое-что там приручалось, но очень сложно. Поэтому мы на тот момент остановили изучение модификации. Может быть, когда разработчик ее доделает, мы к ней вернемся. Хотя, на самом деле, столько времени прошло. Помните, мы сейчас с вами здесь видели эту самую Серафим Террекса 200 уровня? Я хочу ее просто найти и сейчас быстренько сгрызть. Даже яйцо ее валяется. Ну-ка, на хилке мне не хватает редких грибов. А я что, все выкинул, да? Да, я все выкинул. Ладно, нужно подсобрать. Потому что иначе тебя загрызут. У нас не будет возможности тебя подлечить. Здоровья у тебя очень мало. Так, быстренько. О, что это такое сейчас? Кто это меня там? А кто-то меня бьет? Анкило бьет. Господи, ты-то чего? Тебя-то мы не трогали. Урон по тысяче. Урон по тысяче у непрокачанного Рекса. Обалдеть. Это реально круто. То есть, это можно сказать практически стандартный ванильный Рекс, да? То есть, ничего мы ему сверхъестественно сюда не прикручивали и не добавляли. Я вижу тебя. Я вижу тебя. Подожди. Мы немножечко прокачали и урон уже 5000. Она меня в ответку на 852. Фигня. Выживем. Слушай, как он сильный. Пять косарей урона. Нужно будет найти такого же, но 300-го. Я думаю, что он будет гораздо-гораздо сильнее. Ну-ка. Сейчас мы с нее прокачаемся. Если не ошибаюсь, это все-таки самочка была. Давай-давай-давай. Догрызаем. А, куда-куда-куда? Стоять-стоять-стоять-стоять. Стоять. Зараза такая. Заставила меня поближе подойти. Теперь тоже достает. Нет. Нет. У нас просто очень мало здоровья, поэтому ее нельзя подпускать. Нельзя давать ей нас бить, потому что ее удары тоже довольно-таки болезненные для нас. Давай-давай. Грызем. А-ха-ха. Обломись. Обломись. Я тебя к себе не подпущу больше. Я на такие уловки не попадаюсь. Все. Отлично. Мы ее сгрызаем. 200-го тирекса. Плюс сколько уровней? Давай-ка мы тебя подлечим в первую очередь, естественно. Давай-давай-давай, прокачивайся. 16 уровней. То есть, ага, где-то по 9 тысяч прибавляется здоровье. Вот тебе 80 тысяч. Еще раз подлечиваем. Немножечко прокачиваем выносливость. Носимый вес. Ну, можно чуть-чуть вкачать, но лучше не трогать. А все остальное нужно вкачивать в урон ближнем бою. То есть, все остальные уровни мы тебе будем просто вкачивать в урон. Кстати, да, администратор, который здесь со мной играет, я так понял, построил неплохой домик. И я хотел на него глядать. Ой, там, слушайте, какое-то безумие творится на базе. Очень много всего приручного. Что-то там даже интересное такое машет крыльями. Ну-ка. Вот это что за зверь такой? Почему я его не знаю? Пошли посмотрим. Это Тесла Феникс. А, я просто Феникса не находил. И как раз из модификации средневековой постройки здесь сделан вот такой вот дом. То есть, здесь у нас северстаки убраны внутрь. Окей, лестница немножечко пробивается сквозь пол. Ничего страшного. Но, кстати, дайверс, такие средневековых построек вот эти вот очень прикольные. То, что у них здесь видно, что на них строится. Что, где, и как раз делается добавлены все вот эти вот вещи. Так, на втором этаже давай глянем. На втором этаже у нас... Ну, да, здесь есть проблемы с лестницами. Это присутствует. Ну, здесь как раз ветлячок. Пока что здесь нету никакого убранства. Но вот это все построено просто из составляющих. То есть, это не заготовленный заранее дом, который, как мы с вами поставили, сразу и он стоит. А это именно построено из, там, стен, фундаментов, потолков по одной детальке. Так, мой грифон за мной следует. Все хорошо. Погнали дальше. Рексика поставим пока что где-нибудь здесь. Вот он мне действительно понравился больше, чем модифицированный. Мы протестировали с вами сегодня пса демонического. А еще я хотел посмотреть, где это находится. Динозавры. Супер. У нас с вами здесь должна быть супервиверна. Вот, суперогненная виверна. Давайте скрафтим ее и посмотрим, может быть, она будет достойной. Может, она хорошая будет? Или вообще не стоит пока что к этому верстаку подходить и на что-то надеяться? Ну-ка. Супервиверна. Суперогненная виверна. Она у нас голодная, но мы сейчас эту проблему решим. Возможно, эта проблема с голодом точно такая же проблема, как у этого самого, как у Терекса. Подожди. Ну вот, смотри. У нас с тобой здесь черепашка есть. Давай ее сгрызем по-быренькому. Что в тебе суперского? А, я вижу, что в тебе суперского. Стоит у нас 6 тысяч здоровья, 255 уровень и скорость передвижения. Ей можно качать по ходу скорость передвижения. Где мой опыт? Эй, камон. Ага. Вот опыт подъехал. Точно. Ей можно прокачивать скорость передвижения. Вот что в ней суперского. Там чего-то еще один Терекс делает. Нужно его отсюда убирать. Начальный урон 6 тысяч с укуса. Я что-то даже не обратил внимания. Это очень хорошо, потому что дальше его можно раскачать. Но как бы не очень хорошо, но лучше, чем у многих. Потому что у многих, которых мы с вами создавали, даже у Рекса, урон был тысячи или даже меньше тысячи. Давайте поднимемся сейчас на ней вот сюда в холод и посмотрим, что здесь будет происходить. Может быть сейчас здесь с вами каких-нибудь хищников найдем, которых можно будет быстренько сгрызть и немножечко прокачаться. Опять же. Выдох. Огненный выдох по две тысячи. Неплохо. Еще. Нет? Выносливости очень много. Вот что у нее много. Подожди, подожди. А сколько у тебя выносливости? Три двести, но... А-а-а. У тебя расход выносливости идет как у старых виверн. Я понял. То есть как у старых классических виверн. Соответственно, на ней можно очень часто делать выдохи. Ну-ка, а если я тебе все-таки вкачаю урон шестнадцать тысяч? Две тысячи был выдох, да? Ну-ка. Четыре шестьсот. Аргентависа забили. Алазавр и эти самые. Мамонты. Мамонты улетели. Алазаврик, подожди. Тринадцать тысяч с укусом. У-у-у. Вот это круто. Выдохни. Нормально. Сколько там? Где-то десять плевков по три тысячи. Это, ну, тридцатка. Просто тридцатка. Там у нас Серафим Грифон. Какого уровня? Не вижу. Двести восьмидесятый самочка. Я, кстати, понял, почему труба не работает. Я разобрался с этим. Она не работает, потому что мы с вами смотрим как бы сквозь своего животного, и она не может понять, куда ты смотришь. А свое животное она не показывает. То есть мы можем, если вот так вот слезем с нее, и вот так вот посмотрим на Грифона, вот так вот будет видно. Демонический Грифон, что-то типа 190 уровня. Самочка маленький. Пойдемте быстренько все это дело отсюда уберем. Тихо. Не попал. Ладно. Понял. Хорошо. Еще разик. Стыгазаврики, до свидания. И мне кажется, вот эта недоработка очень серьезная. Не должны работать огненные выдохи на демонических существах. Наоборот, знаете, я бы поставил, чтобы огненные выдохи на демонических существ, они их лечили, например, да? То есть вместо того, чтобы дамажить. Потому что это было бы логично, ведь они, ну, как демоны, живут в окне, там все дела. Мне прям нравится скорость, с которой она летит. Вот так вот лучше всего видно. То есть скорость очень приближена вот как раз к тем супер-существам, на которых мы с вами ездили. Виверна действительно неплохая. Но, секунду, что за зверь? Погодь. Ты кто такой? Какой странный грифон, да? Я таких не встречал. Элементальный грифон сорокового уровня. Остановись. У него что-то там один миллион здоровья. И он зачем-то нападает на лавового бронтозавра. Он очень красивый. У него расцветка такая, как я себе делаю превьюшки. Обалдеть. Я все понял. Его, скорее всего, нельзя так приручить, потому что у него нет оглушения абсолютно. Поэтому это, скорее всего, просто мини-босс. Видите, оглушение ноль. Понял. Я тебя понял. Хорошо. Ну что, давай попытаемся с тобой тогда посражаться. Раз такая история. Миллион здоровья это не так много. То есть я вот сейчас тебе уже 70 тысяч всек. Слушай, а там миллион здоровья или больше? Мне вот что-то интересно, потому что у меня такое ощущение, что мы миллион уже должны были ему сбить. Давай-ка еще раз проверим. Повнимательнее. А, у него 10 миллионов здоровья. Я понял. Миллион мы сбили. У него 10 миллионов здоровья. Хорошо. Слушай, интересное существо. Я прям хочу тебя заковырять. По 189. Во, совершенно другой разговор. Вот так вот и бьем. Вот это я понимаю урон. Вот так мы его сейчас забьем очень быстро, потому что 10 миллионов здоровья по 200 тысяч, когда снимаешь вот так вот каждые 2 секунды, это гораздо быстрее. За 10 минут вполне справились. С учетом того, что мы еще виверно его грызли. Ладно, не за 10, больше. Минут за 15-20. Есть, хорош. Так. Вы видели, сколько с него всего интересного? Мы получили полный набор хамелеона. Это действительно босс. Ну-ка, давай-ка смотреть. Да, это полный набор хамелеона. Причем даже есть синие, есть дротики. Плюс мы с вами получили элементал, миньон, грифон. Подожди, вот такого я даже не знаю, что это за зверь такой. Ну-ка, броня 1900, а у нашей 1500. То есть мы можем спокойно вот так вот одеть этот хамелеоновый нагрудник. Воу, да он даже красиво выглядит, я бы сказал. Мне прям очень нравится. Мне, во-первых, нравится вот эта вот классическая железная броня, потому что она очень хорошо по фигуре подогнана. Это раз. А во-вторых, мы подобрали какого-то миньон грифона. Нужно сейчас протестировать, что он из себя представляет. То есть, естественно, вот это существо приручить нельзя. Может быть, как-то через админскую команду приручить можно, но смысла от этого никакого нет. Потому что это неинтересно. Так, хорош. Ух, люблю я своего супер-грифона, просто обожаю. Мы с вами протестировали, можно сказать, что протестировали виверну, я считаю, на 100%. То есть, выдохи посмотрели, посмотрели, как быстро она летает, посмотрели, что она сильная. И посмотрели, естественно, что она очень хорошо прокачивается и прокачивается скорость. Это самое важное. У нас с вами есть вот такие тракулизирующие дротики. Нужно будет винтовку сделать, посмотреть, насколько они сильные. И что за миньон-грифон? Кстати, он портился. Он портился. Элементальный миньон-грифон. Пола нету, можно управлять. 45-го уровня. 17 миллионов здоровья. Нет? А нет, 1 миллион 711 тысяч здоровья, 3 тысячи урон ближнего боя, 15 тысяч носимый вес. Ну-ка, дядя. Ведь не даром мы тебя сейчас получили, а? Урон неплохой такой пока что вроде. ну, то есть не сверх, естественно, хороший, но так более-менее. Так, подожди. Что там у нас по урону? Урон, скорость передвижения качать нельзя. Хорошо, я тебя понял. Подожди, подожди, подожди. Его фишка, я так понимаю, в здоровье. Потому что у него очень большое здоровье. 21 тысяча. У него реально очень большое здоровье. Для стартового, для 40-го уровня. Ну-ка. Сейчас, подожди, подожди. Мы сейчас прокачаем тебе 1 миллион 700, да? 2 400. Да, его фишка это здоровье. 2 милли... 4 миллиона 800 здоровья. Вот в чем его фишка. Жалко, что нельзя прокачивать. Ну-ка. Я хочу протестировать, знаете что? Я хочу протестировать на этом миньоне лавового бронтозавра. Насколько много он урона наносит. Так что давайте сейчас по максимуму вкачаем здоровье и протестируем. Мне кажется, это будет самый оптимальный, самый правильный тест. Потому что его не жалко. Ага, ничего страшного. Его не жалко, мы его сейчас с вами все равно особо эффективно использовать не сможем, потому что он просто-напросто медленный. Это раз. Еще 16 уровней. 17 миллионов здоровья, да? Прокачиваем. Точнее прокачиваем, как это сказать, восстанавливаем. Так, нужно еще, еще. Я хочу миллионов 30 вкачать. И если его вот так вот прокачивать здоровье, его вообще можно использовать как танка. То есть его кинуть на существо, чтобы существо агрелось на него, а самому бить. Давай. Вон на славу как раз. Ну, ударь меня. Тысяча. И горение по тысяче, да? Да ладно тебе. Это очень слабо на самом деле. Ну, горение сильное. И урон по 3 300. Может быть, что-то исправили? Может быть, он временно был чрезмерно сильным? Естественно, его приручить нельзя. У него сейчас 41 миллион 50 тысяч здоровья. абсолютно точно 41 миллион 50 тысяч здоровья. Возможно, что просто этому грифону такой слабый урон, потому что у него защита какая-нибудь от элемента. Сложно сказать. Что у нас с вами много урона наносит? 41 миллион урона нужно пробить, Иди нафиг. Отстань. 41 миллион. Ему нужно снять 41 миллион здоровья. Что у нас может наносить такое количество урона? Вот что мне интересно. Потому что мне очень интересно забить вот этого лавового бронта. Я так понимаю, что это еще один подвид боссов. И посмотреть, что с него выпадет. Но делать мы с вами это уже будем в следующем выпуске. А на этом этот выпуск давайте завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Следующий выпуск, скорее всего, будет завтра. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.